МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Главный инвестиционный проект региона. Александр Говейко побывал на заводе сульфатной беленной целлюлозы в Светлогорске и получил комментарий главы района. Дети в беде. Что такое социально опасное положение семьи и как его исправить? Марина Джалая пообщалась со специалистами и гомельскими семьями. Это не просто работа, это призвание. Светлана Князева встретилась с обладателем премии Человек-года, воспитателем Оксаной Запотылок. То, что нас объединяет. Грандиозным концертом в Гомеле завершились Дни культуры Украины в Беларуси. Подробности у Вероники Ворошилиной. За 10 лет количество детей, находящихся в социально опасном положении, в регионе уменьшилось на треть. СОП в последнее время довольно известная аббревиатура. Фраза «семью поставили в СОП» на первый взгляд звучит пугающе и малопонятно. Что значит это социально опасное положение? Кто туда попадает и как этого избежать? Наш корреспондент Марина Джалая пообщалась со специалистами и гомельскими семьями и готова поделиться полученной информацией. Пока готовился этот материал, в интернете то и дело появлялись очередные сообщения о ЧП с детьми. В Минске, например, пятилетнего малыша оставили дома одного, а он испугался и хотел выйти вслед за мамой. Входная дверь была закрыта, а ребенок открыл окно и выпал с высоты седьмого этажа. Тут был счастливый финал. Прохожие поймали малыша на одеяло, и он остался жив. А сколько случаев, когда рядом никого нет? О чем думают родители, оставляя таких маленьких в одиночестве? Смерть – дело секунды. Так вот, особ. Цель постановки в социально опасное положение – стремление защитить детей, сохранить их здоровье и жизнь. Конечно, испортить можно любое благое дело. Поэтому, чтобы намерения достигли правильной цели, нужно соблюдать грамотный баланс между защитой прав ребенка и нарушением прав семьи. В Америке и многих европейских странах активно развивается ювенальная юстиция. Иногда на родители могут надеть наручники в случае, например, оставления ребенка запертым в машине. Ведь многие помнят о трагедиях, когда дети погибали в автомобилях от жары, пока мама или папа отлучали за покупками. У нас все не так строго и радикально. Нас предупреждают о том, что по недосмотру потерять смысл жизни своего малыша можно в одно мгновение. А как относятся к такой профилактической мере, как постановка в СОП, гомельчане – мнение жителей областного центра в следующем опросе. Я считаю, что государство таким образом выражает свою заботу по отношению к этим семьям и, в частности, к детям. Потому что не зря же участились эти случаи несчастные, когда дети остаются дома. Но я считаю, что во всем должна быть мера. Не сталкивался и не собираемся сталкиваться. Я думаю, у нас все будет хорошо в этом плане. Не занимаются службы, конкретно милиция не занимается своим делом. Как-то должны приходить в школу, не знаю, проводить какие-то беседы с детьми. А требуют от того, чтобы учитель. Учитель должен учиться, а не проводить беседы. В большей степени это вынужденные меры защиты ребенка, чем какое-то ограничение их родительских прав. Если братья как росли раньше дети, то вынуждены были родители работать в поле, должны были где-то находиться. Но сейчас женщина занята не меньше, чем раньше. Ведь женщина сейчас для того, чтобы содержать семью, она тоже уходит на восьмичасовой день. Ну и как с этой позиции тоже тогда. То есть, не знаю. И кричать уже всем агулам, что ой, ребенок там один сидит три часа, и либо вышел он упал в печь сочницу, никто за ним не смотрит. Ну это определенного рода крайности. Специалисты уверяют, что если в семье все благополучно, ребенок ухожен и досмотрен, если созданы все условия для его обучения и развития, если не уходит из дома, не совершает правонарушений, то родители могут быть спокойны. СОП им не грозит. Другое дело, если имеются признаки неблагополучной или вовсе опасной для ребенка семейной ситуации. Вот такое подчеркнутое внимание со стороны государства, да, не только в нашей Республике Беларусь, но и в других странах мира, вы знаете, чем обусловлено. Для каждой нации молодое поколение – это святое. В моей практике был такой случай, когда в Щучинском районе одна мать, которую поставили в социально опасное положение находящуюся семью, когда встал вопрос об отобрании ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних в Щучинском райисполкоме. Она просто шантажировала членов комиссии, грозила самосожжением и так далее. И комиссия проявила слабинку. И не забрали этого ребенка. В итоге она вела бродяжнический образ жизни. И в другом районе, когда этот ребенок, еще не до всех трехлетнего возраста, плакал, она его выбросила в кусты, где этот ребенок впоследствии умер. И она предстала перед судом за умышленное убийство собственного ребенка. Получается, что постановка в СОП необходима для того, чтобы избежать беды. Напомнить родителям об их прямых обязанностях и о том, как важно создать для своих детей благоприятный семейный микроклимат. И, конечно, обеспечить их безопасность. Основных критериев для отнесения семьи к находящейся в социально опасном положении – шесть. Каждый сопровождается подробным объяснением. Например, оставление ребенка без присмотра или еды, физическое наказание, психическое насилие, необъяснимый пропуск занятий в школе, пьянство родителей и многое другое. Всю информацию можно легко найти в сети. Мне пришлось повидать трупы детей, мне пришлось повидать гробики детей, когда приезжаешь в деревню, населенный пункт, когда стоят три детских гробика. Причина смерти в том, что родители в это время пьянствовали, оставили детей самих, ушли к соседям и в результате возгорания пожара дети погибли. Я никогда не забуду, соответственно, Григорьеву Снежану, ребенка, который был оставлен своими родителями, и шесть месяцев ребенок, тело его находилось в закрытой комнате. Суд состоялся, поэтому вердикт был вынесен. Ну, сейчас мать находится в местах лишения свободы. Сегодня в Гомельской области находящимися в социально опасном положении признаны почти 2500 семей. Это примерно 4700 детей. За 10 лет их количество уменьшилось более чем на 30%. Система работы с неблагополучными семьями, созданная в регионе, по результатам прошлого года имеет лучшие показатели в стране по профилактике социального сиротства. И напоследок, постановка в СОП очень часто помогает выйти из сложной ситуации. В семьи приходят кураторы, которые могут помочь, рассказать, что нужно делать, оказать содействие в решении проблем. Как минимум полгода такую семью пытаются привести в чувство, изменить ситуацию к лучшему. И только когда результата нет, ребенка забирают в приют, не лишая мать и отца родительских прав. Им дается возможность исправить дело, устроиться на работу, пролечиться от алкогольной зависимости, привести в порядок дом. Главное – не упустить этот шанс. Марина Джалая, Валерия Гопанько, Новости недели. В Гомельской области сразу несколько крупных инвестиционных проектов находятся на финальной стадии реализации. Наиболее масштабный среди них – строительство завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Выход на проектную мощность не только рынки сбыта по всему миру и высокая доходность самого предприятия, но и, как понимаете, солидные дивиденды для всего региона. Этап выхода на проектную мощность производственного гиганта создал вокруг себя немалый ажиотаж. Главный раздражитель – периодически возникающий специфический запах. Он и тревожит население. Александр Говейко побывал на предприятии и получил эксклюзивный комментарий главы района. Светлогорский ЦКК в свое время появления этого предприятия стала своего рода хорошим толчком для развития района в целом. Насколько конкурентоспособен завод сегодня? Сегодня это, конечно, не очень конкурентоспособный завод, поскольку вы видите, как активно новый завод растет, новая площадка. Он уже в сегодняшний день запущен в опытную промышленную эксплуатацию. То есть на нем сейчас уже варится первая целлюлоза. Это очень перспективное производство. Старое уже, там выпускалась гофротара, упаковка. Ну, скажем так, оно уже не такое перспективное ни на рынке внутри Белоруссии, ни за ее пределами. И действительно, настоящий шаг в развитии строительства завода сульфатной бельонной целлюлозы – это, если не ошибаюсь, крупнейший даже в масштабах области инвестпроект с китайским капиталом. Какую отдачу ждет район и само предприятие? Я думаю, даже в масштабах республики один из крупнейших инвестпроектов – это более миллиарда данный проект стоит вложенных денег в инвестиции. Конечно, мы ждем огромную отдачу от этого проекта. Огромную какую? Мы очень конкурентны. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день предприятие заключило уже договора еще на непроизведенную целлюлозу за границей и только ждут первого выпуска нашей бельонной целлюлозы, чтобы ее уже продать. То есть они уже заключены на сегодняшний день эти договора. Конечно же, огромная в мире нехватка бельонной целлюлозы, как и у нас в стране. То есть это и импортозамещение, это и возможность экспортное предприятие ориентированное. А значит приток валюты? Приток валюты в страну, конечно же. То есть и 400 миллионов тонн бельонной целлюлозы – это проектная мощность данного завода. Я думаю, что это не за горами и позволит району развития. А району что это дает? Ну, во-первых, это, конечно же, рабочие места. В районе 200, если я не ошибаюсь. Да, 200. Вы видите, какой огромный завод, да? И настолько современные технологии, настолько современное производство, что всего 200 человек можно управлять таким вот огромнейшим заводом. Субтитры создавал DimaTorzok Говоря о бесперебойности развития нового предприятия, конечно, не могу не спросить и о сырье. Мы вот сейчас находимся на площадке, где все это хранится. Много, возможно, фейковых новостей связано с тем, что сырья не хватает, и именно поэтому большие вырубки леса ведутся по всей области. Что можете сказать по этому поводу? В стране это 18 миллионов кубических метров древесины вырубается в промышленных целях. Заводу всего надо 2,5-3 миллиона. То есть, ну, вы видите, какие объемы. То есть, это не значит, что светлогорские листа поредеют. Да, конечно же, сейчас ведется массовая вырубка, но она не связана с заводом древесины. Она связана с такой проблемой. Это жук-караед. Тем более, что говоря о сырье, это в первую очередь низкопробная древесина. Да, то есть, это, конечно же, самая низкопробная древесина. Это балансы, так называемые. Так говорят работники комбината, что это балансы. То есть, это та низкопробная древесина, которая никуда дальше пойти не может. Она идет именно на рубку щепы и потом варится в целлюлозу. То есть, дело вокруг нового производства звучат споры по поводу его экологичности. Что беспокоит население больше всего? Больше, конечно, население беспокоит такие вопросы запахов, каких-то вредных выбросов с этого завода. Хочу сразу отметить, завод – это самое современное производство. Строит почему-то все, ну, принято, китайцы, да, действительно, китайская компания Самсе является генеральным подрядчиком строительства этого завода. Но оборудование все, настройка этого оборудования – это все австрийское. Самое современное, то, что в мире существует, оно здесь сосредоточено, и сейчас вот проходит режим пусконаладочных работ, то есть здесь запустится. Мы сейчас присутствуем с вами, Александр, на этом заводе. Завод уже запущен, он уже работает, да, вы чувствуете запах. Похроме запаха свежей древесины, если честно, больше ничего не чувствую. Я так думаю, что после запуска завода, конечно же, могут быть мелкие какие-то там недочеты. Да, идет режим пусконаладочных работ, никаких запахов нет, да, может, конечно же, быть какие-то небольшие. Мы промониторили все крупные мировых лидеров по выпуску бельонной телелозы. Это Финляндия, это Австрия, та же самая, да. Данные заводы располагаются в центре крупных городов. Я думаю, что их экологические стандарты не намного отличаются от белорусских, а где-то белорусские еще более жестче подходят к вопросам экологических выбросов. Поэтому здесь применены самые современные экологические нормы и стандарты. Здесь идет жесткий контроль за всеми путями от выгрузки, загрузки, выпуска. На сегодняшний день даже московскую лабораторию пригласили сюда, то есть завод пригласил, чтобы провести вот эти замеры и сделать эти вот те, которых даже в республике у нас нету, то есть возможности замерять. И на это пошли, чтобы знать, что здесь все экологически чисто, здесь все экологически правильно, и ничто не нанесет вреда здоровью человека, проживающего как рядом с предприятием, так и далеко за его пределами. Тем не менее, скажем прямо, периодически возникающий специфический запах имеет место быть. Что, по-вашему, может стать хорошим компромиссом? Как понимаю, просто нужно перетерпеть вот те самые пусконаладочные работы? Да, ну, к сожалению, то есть и уже сам завод, то есть неоднократно рассказывает, что это идет режим пусконаладки. Когда завод выйдет на ту мощность, которая запланирована, и будет работать уже на постоянной основе, этих запахов не будет. Но это даст району те же инвестиции, те же благоустройства, дороги, медицину, то есть все пойдет, то есть развитие района просто как толчок даст запуск этого завода. Дмитрий Вадимович, спасибо за эту встречу, успехов в делах, и до встречи в эфире «Беларусь-4». Спасибо, Александр, приезжайте еще. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. Уборочная кампания 2018 набирает обороты. Гомельская область первой в стране приступила к выборочной уборке зерновых культур. Зерно нового урожая уже привозят на элеваторы. Первую машину с ружью встретили на Гомельском комбинате хлебопродуктов. Зерно доставили с предприятия «Знамя Родины» Гомельского района. Строительство жилых высоток в районе и наличие техники для спасения людей с многоэтажек, пожарная безопасность торговых центров и нюансы приемных кампаний в учебных заведениях МЧС. С жителями региона в Кармянском районе встретился министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Вопросы были широкого диапазона. Один из них – набор в лице МЧС спортивного класса по волейболу. В этом месяце выездные приемы граждан продолжатся и в других регионах страны. В 96-м микрорайоне Гомеля на улице Алмазной строится новый социальный дом для 100 семей. Его возведение стало возможным благодаря использованию технико-экономической помощи Китая. Квартиры будут предназначены в основном для сирот. В ходе реализации первого этапа технико-экономической помощи Китая в регионе построили 6 домов. Сейчас приступили к реализации второго этапа. За два года возведут столько же многоэтажек. Жилье получат жители Гомеля, Житковичей, Кармы, Добруша и Реческого района. Специалисты Гомельской областной больницы провели выездной прием населения в Октябрьском районе. В составе группы десяток врачей разного профиля, в том числе главные внештатные детский невролог и ревматолог области. За три часа за консультацией обратились около 130 местных жителей. Гомельские специалисты провели хирургическую операцию и мастер-класс по ультразвуковой диагностике на новом оборудовании. Во второй половине дня медики консультировали пациентов на дому. Юные спасатели пожарной из 13 стран собрались в Гомельском районе. С 16-й международный слет проходит на базе специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. В составе каждой команды 10 человек. На каждый день для них подготовлен отдельный план, в котором конкурсы и мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности и оказанию первой медицинской помощи. Участников также ждет яркая культурная программа. Они познакомятся с традициями и особенностями национальной культуры стран-участниц лета. Залы ожидания железнодорожного вокзала Рогачева превратились в мастерскую скульпторов. Стены постепенно украсили 9 барельефов. Четыре из них по мотивам белорусской действительности в молочно-бежевых тонах выполнила столичный мастер Екатерина Бабкова. Скульптор из Барановичей Анастасия Кергет к работе приступила в середине июня. Ей отвели для творчества пять арок во втором зале ожидания. Новости недели продолжают цикл сюжетов, посвященных обладателям премии Гомельского облсполкома «Человек года». Напомним, специальная награда ежегодно вручается семи жителям нашей области. Сегодня рассказ о воспитателе дошкольного центра развития ребенка номер один города Светлогорска Оксане Запотылок. Она одержала победу в номинации «Призвание». Тему продолжит Светлана Князева. Чему учит моя работа, то есть работа с детьми, то я бы хотела уточнить, что работа все-таки с детьми дошкольного возраста. Конечно, она учит честности, потому что дети этого возраста, они не воспринимают, когда ты говоришь неправду. Они учат открытости, они учат любви, они учат доброте, они учат отзывчивости. Закончив в свое время Мозырский педагогический институт, поработав в школе учителем-филологом и воспитателем в школе-интернате, сегодня воспитатель дошкольного центра развития ребенка номер один города Светлогорска Оксана Запотылок с уверенностью может сказать, что не променяет своих маленьких дошколят ни на кого другого. К этим крохам она приросла всей душой. Они это чувствуют и верно подмечают проявление самых лучших душевных качеств любимого воспитателя. Оксана Васильевна у нас добрая и красивая, она всегда нас учит доброму всему, она всегда нам все разрешает, мы ее сильно очень любим. В прошлом году Оксане Запотылок предложили поучаствовать в городском конкурсе «Учитель года», и поскольку она человек увлекающийся, живо интересующийся всем новым, решила попробовать свои силы в этом испытании. Оксана Васильевна успешно прошла городской этап конкурса. Лучшей стала и на области, а по результатам республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2017» наша героиня стала лауреатом второй степени в номинации «Воспитатель дошкольного образования». Осознавая всю значимость профессии, Оксана Запотылок делает все возможное, чтобы выполнять свою работу на должном уровне. Это видят и ценят абсолютно все, кто знаком с Оксаной Васильевной. Даже дети, которые уже учатся в школе вместе со своими родителями, до сих пор тесно общаются с любимым воспитателем. Она всегда готова помочь и поддержать, и у нее есть чему поучиться. Самый близкий человек Оксаны Васильевны, 19-летний сын Роман, получающий образование по специальности физическая электроника в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны, говорит, у его мамы любая женщина может поучиться тому, например, как нужно воспитывать детей. Моя мама, какой бы у нее ребенок ни был, когда у нас с работы приходят, рассказывают, что типа «Ой, там кто-то что-то сделал». И я уверен, что она на него не ругалась ничего, а постоянно пытается как-то, не знаю. Вот, ну, есть у нее что-то такое, типа, как сказать, типа жилка эта учительская. То, что она, получается, может найти подход к любому к ребенку. Оксана Васильевна, каким образом вы исполняете силу, энергию, потраченную на работе? Я очень люблю пешую прогулки. Смотреть, наблюдать, думать, наслаждаться прелестями города. Город у нас очень красивый, я его очень люблю, наш город, конечно. Я научилась не только смотреть, но и видеть. Что я научилась не только слушать, но и слышать. И мне нравится то, что сейчас происходит, так скажем, в моей жизни. Видеофильм о воспитателе дошкольного центра развития ребенка номер один города Светлогорска Оксане Запотылок, которая в этом году признана Человеком года в номинации «Призвание», смотрите на «Беларусь-4» в пятницу, 20 июля в 19.45. Светлана Князева, Сергей Лукашук, новости недели. Витебск вновь собрал друзей. На уходящей неделе здесь развернулся легендарный фестиваль «Славянский базар». Ежегодно он притягивает известных артистов, талантливых народных умельцев и многочисленных гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Кстати, продемонстрировать свое мастерство традиционно отправляются и мастера Гомельской области. Программа Международного фестиваля искусств насыщена яркими концертными выступлениями, выставочными площадками, творческими встречами. О чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Колоритная выставка народных умельцев, завораживающие хореографические и музыкальные номера. На уходящей неделе грандиозным концертом завершились Дни культуры Украины в Беларуси. Мероприятие в Гомеле стало ярким финальным аккордом масштабной акции, которая в начале июля стартовала во Дворце Республики. Беларусь и Украину объединяют исторические, дипломатические и культурные связи, а потому подобные перекрестные праздники будут иметь продолжение. Планируется, что в следующем году белорусские артисты отправятся в страну-соседку с ответным визитом. В фойе общественно-культурного центра гомельчане увидели национальные украинские вышиванки, ремесленные изделия и старинные музыкальные инструменты. Продолжился праздник более чем двухчасовым концертом. В программе яркие хореографические постановки, народные композиции, хиты звезд украинской эстрады. ПЕСНЯ А во Дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка многоцветия татарской национальной культуры. Здесь можно увидеть традиционные костюмы, женские украшения, предметы быта, интерьера и религиозного культа. В залах Дворца также представлены живописные полотна и графические работы именитых и молодых художников из Татарстана и Башкортостана. В Гомеле на уходящей неделе прошел международный фестиваль сатиры и юмора «Белая ворона» для людей с нарушением слуха. Продемонстрировать свои таланты приехали восемь команд из Беларуси и России. Для участников фестиваля был подготовлен вернисаж иммунистических газет и роликов, конкурс красоты и театрализованных представлений, музыкальные, спортивные и кулинарные состязания. На центральной площади Будокошелева в субботу состоялось торжественное открытие областного конкурса творческой молодежи «Под белыми крылами». Ежегодно его участниками становятся представители Гомельской области, а также Минска, Витебска и Могилева. Самых талантливых определили в пяти номинациях в разных возрастных категориях. Тем временем в Гомельском государственном театре кукол состоялась премьера спектакля «Маленький Николя». На сцене развернулась добрая и поучительная история о первом самостоятельном поступке ребенка, который ведет его к более взрослому и осознанному поведению. Удержать внимание самых юных и требовательных зрителей позволяют новый вид кукол «Плоские маски». Добавляют зрелищности, динамичная смена сценического действия, декорации, звуковые и световые эффекты. Какие культурные мероприятия можно посетить на следующей неделе, расскажем прямо сейчас. Картинная галерея Гавриила Ващенко приглашают увидеть интерактивную выставку «Галилей». Все представленные здесь экспонаты наглядно демонстрируют различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии. А потому их не только можно, но и нужно трогать руками. А в живописном природном антураже Гомельского дворцово-паркового ансамбля проходит серия мастер-классов по гончарному ремеслу. На протяжении всего лета дети и взрослые могут получить полезные навыки общения с живой глиной и научиться создавать своими руками простейшие гончарные изделия и сувениры. А тем временем Жлобинский государственный историко-краеведческий музей приглашает ребятишек и их родителей на мастер-класс по изготовлению куколоберегов. Увлекательные занятия проходят по понедельникам по предварительной записи. С самыми интересными культурными событиями вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.